2 августа для всей десантуры Рязани – прошлый и нынешний праздник особый. День гордости, как они его еще называют. Внутри боевого братства принято неукоснительно соблюдать традиции, чтить память погибших возлагают святы и выражать уважение основателю войск, Василию Маргелову – одна из таких. Рязань справедливо называют столицей ВДВ. С днем ВДВ, с днем гордости, с днем самых-самых великих советов воинов. Воины-десантники, гвардейцы-десантники всегда стоят на острие. Для ветеранов ВДВ и справедливой России этот день тоже почти родной. Во-первых, лидер партии Сергей Миронов сам в прошлом десантник, а во-вторых, голубых беретов в рязанском отделении всегда было много. Потому что за справедливость. Для нас это большой праздник, и наш руководитель также был десантником. Мы считаем, что десантники определяют образцы героизма и мужества. Они в мирное время занимаются патриотически многие воспитания молодежи. Мы хотим пожелать всем десантникам мирного неба над головой, крепкого здоровья и больших достижений в выполнении своего воинского долга. Сегодня боевые рубежи десантников-партийцев в сфере патриотического воспитания. Важно помнить героическую историю своей родины, своего народа не только по праздникам, говорят они. Именно поэтому представители партии «Справедливая Россия за правду» активно занимаются военным патриотическим воспитанием подрастающего поколения, организовывают патриотические лагеря и встречи с ветеранами войны. Мы пытаемся привлечь молодежь всей этой тематике, проблематике. Они занимаются, общаются с людьми, кто отслужил, кто участвовал в разных событиях по защите Родины. Поэтому вот этот процесс, он запущен. Мы его будем усиливать, расширять. Сейчас вот между вузовским взаимодействием мы организовываем, между именно гражданскими вузами и силовыми вузами. Поэтому вот этот процесс, он у нас в этом году вышел уже на новый уровень. Мы провели летние сборы, сейчас будем осенью сборы проводить. И, соответственно, с началом учебного года, по планам утвержденным, будет работа продолжена и она будет усиливаться. Наиболее активным в области военно-патриотического воспитания сегодня вручили почетные правительственные грамоты. И работать с молодежью в партии «Справедливая Россия!» за правду намерены и дальше. Чтобы вопросов из разряда «Что такое День Победы?» у подростков не возникало в принципе. Ангелина Никитина, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».